Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту, а уже завтра там откроют движение для всех легковых машин. В Сочи начинается массовая проверка жилого сектора. Об этом стало известно на расширенном планерном совещании главы курорта. В Сочи планируется выделить 5 миллионов на стерилизацию животных. Для этого разработают отдельную программу. Зимнему театру 80-ки юбилею выпустили памятный конверт. Сегодня состоялась его спецгаршетка. Исторический момент мирового масштаба. Сотни журналистов и телекамер. Все внимание сегодня приковано к югу нашей страны. По Крымскому мосту впервые пустили транспорт. Торжественный старт движению сегодня дал Владимир Путин. Сопровождали президента страны губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава республики Крым. Ведь мост соединяет эти два региона. Право первыми опробовать дорожное полотно дали техники, которая участвовала в строительстве перехода через Керченский пролив. За руль КамАЗа даже сел Владимир Путин. Сегодняшний день наверняка войдет в историю нашей страны. Для всех жителей это стало большим событием. По этому случаю на крымской стороне моста развернули настоящий праздник. Выступили известные звезды эстрады. Свои лучшие номера исполнили кубанские творческие коллективы. К россиянам со сцены обратился глава государства Владимир Путин. По сути на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас еще ближе друг к другу. Это позволит развивать с новыми темпами, с новым качеством экономику Крым и Севастополя. Поднимать жизненный уровень людей. Мы будем и дальше работать над проектами подобного рода по всей стране. Именно по всей стране будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. И мы обязательно в этом преуспеем, потому что у нас есть такие талантливые, такие замечательные люди, как вы. Поздравляю всех вас и желаю вам новых успехов. Спасибо вам большое. Крымский мост стал самым протяженным в России и Европе, причем возвели его в рекордные сроки, всего за 816 дней и сдали раньше намеченные даты на полгода. Над этим проектом работали специалисты со всей страны, среди них и строители из Краснодарского края. Вениамин Кондратьев поблагодарил их за труд. Глава региона тоже смог в числе первых проехать по новому мосту. О впечатлениях написал в своем микроблоге. Рад, что мы являемся современниками этого исторического события. Кубани и Крым ждет еще большее укрепление экономических, туристических и культурных связей. Огромная благодарность строителям, которые сделали этот проект явью. Всем автолюбителям счастливого пути по новому мосту. Кстати, любопытный факт. Стройка поспособствовала увеличению численности дельфинов. Их привлекла рыба, которая стала больше из-за растительности на сваях. Движение для всех легковых автомобилей официально откроют уже завтра в полшестого утра. Большегрузы же по нему смогут проехать осенью. О подготовке к Мундиале уговорили на встречу Вениамина Кондратьева с послом Испании. Глава региона заверил, что Сочи уже готов к предстоящим матчам и к приему гостей. Первыми, кто разыграет мяч в рамках чемпионата на стадионе Фишт, будет испанская сборная и команда из Португалии. На эту игру все билеты уже распроданы. По словам Вениамина Кондратьева, большое внимание уделили вопросам безопасности. По периметру поля размещено больше тысячи камер видеонаблюдения. А во время матча на стадионе будет находиться около тысячи стюардов и 600 охранников. Мы сегодня встречаемся буквально в преддверии огромного спортивного события мирового уровня. Это чемпионат мира по футболу. Самый первый матч это будет между сборной Испанией и Португалией. Могу сказать, что сегодня уже все билеты распроданы. Потому что на самом деле команда Испании это команда высочайшего мирового уровня. Безусловно виртуозная игра. И я уверен, что будет очень сильное зрелище. И конечно в преддверии этого спортивного мирового события хочу вас заверить в том, что футбольный Сочи можно сказать готов максимально к приему гостей. Я еще раз хочу подчеркнуть, что и команда Испании, и болельщики, которые приедут, будут тебя чувствовать очень комфортно и самое главное безопасно. Я уверен, что после посещения чемпионата мира по футболу болельщики Испании по-другому для себя откроют и Сочи, и Краснодарский край, конечно, и Россию. Местом размещения и подготовки к чемпионату сборная Испании выбрала Краснодар, поэтому моим долгом было приехать сюда, а также посетить Сочи, где пройдет матч. Я благодарю вас за поддержку, мы впечатлены, все организовано на высоком уровне. Также Вениамин Кондразиев и Игнасио Ибани собсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере экономики. Так, например, Краснодарский край готов перенимать опыт испанских коллег по переработке винограда. Отдельно на встрече затронули размещение на Кубани ветроэлектростанций. Нужно не только зрелище, но, конечно, и экономика сегодня жителями Испании, конечно, и Краснодарского края. В рамках сегодняшней геополитики, конечно, все сложнее и сложнее испанским и аграриям, и сельхозпроизводителям поставлять какую-то продукцию на территорию Российской Федерации, поэтому сегодня найти уже иные способы, чтобы испанская продукция, к которой отчасти привыкли жители края, все-таки не исчезла с пола, а производилась здесь, внутри Краснодарского края, на его территории. И это позволит устойчиво себя чувствовать, в том числе и испанскому бизнесу. Я знаю, что испанские инвесторы планируют рассмотреть ряд инвестпроектов, в том числе проект, связанный с ветроэнергетикой, который мы планируем сегодня реализовать в Темлюкском районе, это может быть пилотным проектом. И если он будет успешным, то, безусловно, этот проект, как уже большой глобальный проект, будет распространен на всю территорию нашего региона. Потому что еще с подчеркиванием, что ветроэнергетика – это зеленая энергетика, это чистая энергетика, которая сегодня нужна, в первую очередь, в нашем окрае. Со стороны посольства Испании хочу вас заверить, что мы будем всячески способствовать реализации этих совместных проектов. Считаем, что они будут полезны для Кубани и будут способствовать развитию ветроэлектростанций в вашем крае. Как отметил, в свою очередь, вице-губернатор Василий Швец, в Европе зеленая энергетика активно развивается при среднегодовой скорости ветра 5-6 метров в секунду. На Кубани же эта цифра не меньше восьми. Строительство ветропарка начнется уже в следующем году. Всего же под такие альтернативные энергостанции в крае подготовили восемь площадок. Инга Габеши от телекомпания «ФКТ». Стартовал набор волонтеров для работы на Гран-при России «Формулы-1» в Сочи. Кандидаты, которые хотели бы стать частью самого ожидаемого автоспортивного события года, могут отправить заявку на адрес волонтерсобакоросгонки.ру с темой письма «Волонтер Формулы-1» до 1 сентября. Сначала организаторы рассмотрят резюме, проведут скайп-интервью, а в сентябре все добровольцы, которым должно быть больше 18 лет, пройдут обучение. Кандидатам нужно быть исполнительными, коммуникабельными и стрессоустойчивыми. Они должны обладать организаторскими способностями и умением работать в команде. Обязательно знание английского языка и наличие опыта работы волонтерам на крупных соревнованиях и массовых мероприятиях. В Сочи волонтеры будут работать с 25 по 30 сентября. В этом году набор добровольцев на Гран-при России пройдет уже в пятый раз. Ежегодно в соревнованиях принимают участие около тысячи волонтеров из разных стран. В международном аэропорту Сочи открылись рейсы из Риги. Полеты осуществляет авиакомпания AirBaltic. Регулярное сообщение с Ригой подразумевает полеты два раза в неделю на воздушных судах Boeing 737. Время в пути 3 часа 10 минут. Вылет из аэропорта Сочи по вторникам и субботам. Новый маршрут влечет за собой удобные стыковки с аэропортами Европы и Скандинавии. По информации авиаперевозчика, стоимость билета в одном направлении составит от 99 евро, включая все сборы. В Сочи в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу начинается массовая проверка жилого сектора. А сочинским полицейским в этой работе будут помогать коллеги из других городов края. Сегодня об этом стало известно на расширенном планерном совещании. Какие еще темы затронули, расскажет Елена Всецына. Проверки начались уже сегодня и продлятся до 20 июля. Все, кто проживает в Сочи без регистрации, обязаны это сделать с 25 мая в течение трех дней. Иностранцы должны зарегистрироваться в первые сутки пребывания в Сочи. Такие меры необходимы в целях безопасности. Представители ТОСов и Домкомов просят сконцентрироваться и максимально эффективно отработать в этот период, чтобы знать в лицо каждого нового жителя дома, в том числе гостей, которые будут размещаться в частном секторе. Домкомы, председатели товарищеских, садоводческих и иных, включитесь в эту работу, включитесь и помогите, скажите, уже у вас должна информация, как вы говорите. Вот там наркоман живет, там непонятный для меня человек. Поработайте с участковыми, поработайте с полицейскими. Кстати, создан колл-центр, куда можно обратиться, если есть желание сдать свое жилье гостям в Мундиале. Номер колл-центра 8 800 110 65. Также жители города просят не забывать о телефоне доверия полиции и сообщать по номеру 269 69 50 информацию о подозрительных лицах. Заместитель начальника полиции по общественной безопасности отметил, что звонков от граждан поступает мало. К сожалению, равнодушие людей подчас приводит к трагедиям, которые можно было бы предотвратить. А лозунг «Бери и делай», который был инициирован директором 13-й школы, станет теперь общегородским. Напомню, школьники к 9 мая привели в порядок братскую могилу 79 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Вот реальные дела. И бери пример. Каждый сочинец. Бери и делай. Увидел. Ну почему не сделай? Проявить себя приглашают на субботники. Он состоится 19 мая. Очиститься от мусора, привести в порядок подъезды и дворы, чтобы достойно встретить гостей чемпионата мира. Только на матч Португалии-Испании, распроданной почти все билеты, ожидается огромное количество пресс из разных стран. И, конечно, задача номер один – не ударить грязь лицом. Ну сами зайдите и посмотрите. Неужели трудно банку краски купить, да покрасить? Неужели трудно взять веник, да обнести эту паутину, да может быть побелить там? Ну просто в человеческих условиях. Много претензий у главы города к спецавтохозяйству. Сейчас в этой организации проводятся проверки. Выявлены факты, когда вывоз мусора осуществлялся без официальных договоров. По частной договоренности с юридическими лицами. Все эти материалы переданы в правоохранительные органы. Глава города объясняет, когда предприятие кричит о банкротстве, из бюджета города направляют туда деньги, чтобы город не задохнулся от мусора. Ситуация в Сахе требует дальнейшего разбирательства, отметила Анатолий Пахомов. Одна из участниц планерного совещания пожаловалась на то, что жители завокзального района по-прежнему выгуливают своих питомцев прямо на мемориале. Это кощунство, считает глава города и просит сотрудников полиции установить там дежурство. Более того, тех, кто нарушает правила благоустройства, могут привлечь к административной ответственности. Поскольку достучаться до совести каждого владельца животного не получается, как и увидеть тех же самых любителей животных с пакетиками и лопаткой. Вопрос достаточно серьезный, считая глава курорта и возможные его решения требуют законодательной инициативы. Разобрали в подробностях на планерку и тему транспортного сообщения в период проведения чемпионата мира по футболу. Глава города просит горожан по возможности не пользоваться личным транспортом и пересесть на общественные. Создан и единый диспетчерский центр такси. Огромная просьба и я рекомендую вам, и вы вашим гостям, и вашим соседям, друзьям, рекомендуйте вызывать такси, безусловно, через этот центр. Это будет, во-первых, безопасно, это именно аккредитованные машины. Это будут машины качественные, ухоженные, чистые и так далее. Примерно на 10 улицах в центре Сочи перекроют движение автотранспорта. С 1 по 17 июля в районе морпорта будет полностью перекрыта улица Несебрская. Она станет пешеходной. Ограничения затронут улицы Войково, Кооперативная, Москвина, Перелог, Электрические. На отдельных участках улиц Поярка и Воровского, в сторону курортного проспекта, будет введено одностороннее движение. А вот Орджоникидзе станет двустороннее. Также на планированном совещании шла речь о ремонте домов. В 2017 году краткосрочный ремонт был сделан в 76 домах. В этом году на ремонт 105 многоквартирных домов потратят 194 миллиона рублей. Есть планы и на следующий год. На 31 дом определена сумма в 153 миллиона рублей. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. С сегодняшнего дня на курорте запущена горячая линия главы города Сочи по выявлению неканализованных объектов. Борьба с источниками загрязнения в Сочи идет с 2015 года. За это время на курорте было выявлено 17,5 тысяч адресов с нарушениями. Проблемными остаются 650. В каждом районе курорта по поручению главы города созданы рабочие группы, которые в обходах выявляют проблемные объекты, выдают предписания на устранение нарушений, составляют протоколы. В случае их неисполнения абонента ждет отключение от водоснабжения. Теперь о факте сброса сточных вод на рельеф или в реку могут сообщать и горожане. Информацию необходимо передать по номеру телефона 8 928 233 62 08. По каждому сообщению будет проведена проверка. В Сочи прошло расширенное заседание рабочей группы по гуманному регулированию численности безнадзорных животных. Главе города Анатолию Пахомову доложили, что уже сделано в сфере зоозащиты на курорте. В частности, начата работа по благоустройству приюта в Хостинском районе. Здесь проведено уличное освещение, а до 23 мая появится гравийная дорога. Будет решен вопрос и с доставкой воды для содержащихся собак. Активисты и общественники остались довольны диалогом и согласовались с властями следующие совместные шаги. Все подробности в нашем следующем сюжете. Главный вопрос повестки – создание новых приютов для безнадзорных животных в Адлерском и Лазаревском районах. Существующий городской приют не может принять всех нуждающихся в опеке собак и кошек. Не хватает вольеров. Глава города дал поручение Департаменту архитектуры уже в ближайшие дни определить подходящие земельные участки вдали от жилья с коммуникациями и возможностью возведения легких конструкций. Землю планируют передать зоозащитным организациям и волонтерам. Сегодняшнее совещание на самом деле прошло очень продуктивно. То есть мы остались довольны тем, что Анатолий Николаевич не просто слышит нас, а непосредственно понимает всю ту важность, о чем мы говорили все эти месяцы. Рабочая группа, когда работала, мы сформулировали главное. То есть понимание того, что только комплексный подход к решению проблемы безнадзорных животных улучшит ситуацию. И мы сегодня услышали, что глава полностью с нами согласен. С февраля этого года в виду управления Сочи силами волонтеров и неравнодушных граждан стерилизованы уже 1400 особей. Однако для курорта этого недостаточно. Выявлять животных и стерилизовать необходимо на строительных базах, промышленных зонах и сельских округах. Именно здесь наибольшее количество брошенных щенков и котят. Для решения этой проблемы в городе планируют найти законный механизм выделения бюджетных средств на льготную стерилизацию. Несмотря на то, что прямые полномочия муниципалитета отсутствуют, может быть рассмотрен вопрос о создании муниципальной программы с объемом финансирования в 5 миллионов рублей. Вот эти 5 миллионов рублей, уверяю вас, пойдут как раз на стерилизацию тех, которые за заборами, на базах. Наши волонтеры предлагают следующее. Мы вам поможем их забрать, с этих баз привезти и сделать стерилизацию. Бороться можно только таким путем. Если мы будем путем другим бороться, то это вызывать будет только нарекания у наших жителей и гостей. Никому не нравится быть живодерами. Чем мы будем отличаться от тех людей, которые их выбросили? И власти города, и зоозащитники едины во мнении. Стерилизация – это главный рычаг в механизме сдерживания численности безнадзорных животных. Поэтому важно, чтобы к этой работе активно подключались и жители курорта, имеющие животных дома и во дворах. Необходимо проявлять гражданскую ответственность, исключать нежелательное потомство путем стерилизации, чипировать питомцев, не допускать их самовыгул и уж тем более не выбрасывать на улицу тех, кого когда-то приручили. Галина Моисеева, Ольга Десятова, телекомпания ФКД. В Сочи пройдет бесплатное анонимное обследование на ВИЧ. Оно состоится в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ СПИД». Сдать анализ крови и получить консультацию специалиста можно будет в эту субботу с 9 до 14 часов рядом с торговым центром «Александрия». На территории будет припаркована специализированная передвижная лаборатория. Обследование добровольное, анонимное и бесплатное. Консультирует всех желающих врачей Сочинского центра по профилактике и борьбе со СПИД. И к другим новостям. Зимнему театру 80 лет. К этой дате выпущен специальный почтовый конверт. Сегодня тиражом 500 тысяч экземпляров он вышел в почтовое обращение. Гашение же конверта специальным художественным штемперем состоялось в самом театре. Чем так ценен этот сувенир, расскажет Инга Габешия. Памятник архитектуры в стиле сталинский ампир. История прославленного зимнего театра началась в далеких 30-х годах. Именно тогда возникла идея создания театра, который станет главной концертной площадкой юга страны. Таким он является и по сей день. На его легендарной сцене выступают гастролирующие коллективы, артисты и музыканты со всего мира. Ну а первое представление здесь состоялось именно 15 мая 80 лет назад. Одним из важных событий юбилейной программы стала церемония специального гашения литерного конверта с изображением зимнего театра. Конверты, погашенные художественным штемпелем, сегодня стали филателлистическими и историческими экспонатами. У зимнего два дня рождения. В ноябре, в этом месяце 37-го года здание приняли в эксплуатацию и в мае, 15 мая 1938 года, началась творческая жизнь театра. С тех пор прошло 80 лет. К важному событию в жизни города выпущен особый почтовый штемпель. На нем и зимний, и сочинский индекс. Срок жизни художественного штемпеля всего один день. Поставить отиск штемпеля спецгашения на конвертах сегодня мог любой желающий. Происходило это на главпочтамте. Ну а первыми литерные почтовые конверты в стенах здания юбиляра погасили руководитель Сочинского концерта филармонического объединения и директор музея истории города-курорта. Конечно же, век цифровых технологий важны цифровые показатели. И у этого проекта, несмотря на всю его архаичность, есть тоже очень эффектный показатель цифровой. Пол миллиона экземпляров конвертов, которые, конечно же, не только разойдутся по почтовым линиям по России и далеко за рубеж, но, конечно же, они останутся в коллекциях частных филателлистов, в музее истории города Сочи. Дорогие горожане, и вас с днем зимнего театра! Самое красивое здание, самое значимое – это памятник федерального значения. Наш музей пополняется новыми экспонатами, которые смогут представить всю историю творческой жизни этого замечательного театра. Сегодня конверты, выпущенные в честь 80-летнего юбилея зимнего театра, стали памятными сувенирами и музейными экспонатами. Сам же музей истории через два года тоже будет отмечать юбилей – 100-летний. Такую процедуру празднования, не менее значимая достопримечательность курорта, взяла на заметку. Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...